Здравствуйте, уважаемые зрители моего блога! Я хочу представить вашему вниманию распаковку такой вот новой версии интегрированной системы приготовления пищи от FireMetal. В моем блоге вы уже могли видеть первую версию данной системы, вот сейчас появилась вторая. Посмотрим, чем она отличается и вообще про нее. Упаковка на стандартный сетчатый мешочек, который можно хранить и использовать его в качестве такой резат губки. В нее упакована вся система целиком. Смотрим, что мы видим. Да, радиаторный котелок, для тех, кто еще не читал мои исследования на этот счет, радиатор дает примерно 30% экономии по скорости закипания, увеличивает скорость закипания, и те же 30% экономии топлива, в данном случае газа. Ручка зафиксирована тросиком по принципу МСР-реактор. Сама ручка откидывается на защёлку. Весьма жёсткая. Крышка. Сразу видно, крышка такая, ну, в отличие от предыдущей версии, где крышка была такая резиновая, силикона. В данном случае она жёсткая из пластика, так гораздо удобнее, потому что, когда крышка надевается на бортик, её можно при снимании в неё обжечься. В данном случае она легко снимается, силиконовая ухваточка. Далее съёмный таганок для горелки. Это то, чего не хватало очень первой версии. Очень похоже, что данный таганок очень похож на аналог джет-бойла. Собственно говоря, наверное, инженеры FireMaple во многом и ориентировались на джет-бойл, что в первой версии, что во второй. Офигенный плюс этих систем от FireMaple, они чуть ли не единственные системы приготовления кишечек интегрированных, допускают хранение баллона, стандартного 230-го баллона в котелке. И закрыт его крышкой. Тот же джет-бойл-флэш, как у меня, Ковея, Финпот. Они, к сожалению, этого не позволяют. Баллон родной FireMaple. Далее горелочка. Тут все стандартно. Как я понимаю, узел остался не переработан. Соответственно, узел регулировки подкидной, как у джет-бойла. Присутствует пьезо-поджиг. Работает. Так, горелка просто накручивается, как обычно. На баллон. Открываем. Полная мощность. Минимальный режим. Горелка так весьма широко регулируется. Аналогично, как в предыдущих версиях. Обгорает, потому что новая. Пьезо позже, как я, погляжусь, легкосъемный. И в случае поломки может быть заменен. Загонок надевается на горелку при необходимости. Крепление котелка стандартное, поворотное. Что я могу сказать? По первому впечатлению, по внешнему виду, китайцы молодцы. Они сделали фактически правильные улучшения в нужном направлении. Сейчас это вот такие вот горелки стар. Особенно версии 2. Фактически ничем не хуже джетбойла при гораздо более низкой цене. А то, что баллон туда убирается, это вообще, я считаю, очень весомый плюс. А, еще забыл показать. На стенке есть разметка объема. К котелке литр 200, по-моему. И еще вот такая вот штука. Это поставка под газовый баллон. Соответственно, для баллонов обоих типоразмеров, как больших, так и маленьких. Увеличивает устойчивость горелки в сборе всей системы. Ну вот такая вот штука. Вроде больше сказать нечего. На этом все. Спасибо за внимание.